Находясь в ступоре, я смотрел на чудо, что воплотилось в реальность. Мужчина, вы во мне так дырку взглядом прожжёте. Дарова, братаны, вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать наш новогодний марафон по бесконечному лету. И сегодня у нас зимняя сказка... И Рут... Рут, 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 Рут... Давайте, Рут, славе. Погнали! Странный паренёк, пришедший из зимы, ты всех с собой увлёк, разберите лумы, но выбрав лишь одну, оставил, почему? Без тебя, звёздной... звездой холодной, иду во тьму. Тяжёлый год. Тяжёлый во всех смыслах. И ещё лагерь этот. Боже, я до сих пор не могу понять, чё это вообще было. По ощущениям, я провёл там целую неделю. А вернувшись, понял, что моё путешествие здесь, в реальном или чёрт его знает каком мире, продлилось не более 24 часов. И сон ли это был? Или нечто большее? И самое главное, даже если это и был сон, то у снов есть свойство забываться с утра. Но здесь нет. Я до сих пор, даже через десяток месяцев после событий, могу в точности их вспомнить и описать дословно. Нет, это нечто большее. Самое больное заключалось не в том, что я навсегда покинул этот прекрасный летний лагерь. По сути, райское местечко. А в том, что я потерял там её. Потерял славе навсегда. Нет, надежда, что я вновь могу с ней встретиться здесь, наяву или вновь там, во сне, ни на секунду не угасала в моём сердце. Но с каждым днём верилось в это уже с трудом. А ведь я обещал, что не оставлю её больше, и в тот момент в автобусе даже нормально попрощаться не успел. Неужели даже сказать прощай я не заслужил? Судьба злодейка вернула меня обратно в этот пустой, ничем не примечательный мир. И здесь её нет. Здесь нет моего солнца. Да и... да ведь и не могло бы быть, в принципе. Такие люди, как Славя, уже давно перевелись или ожесточились под нынешними реалиями. Давно уже нет тех добрых и заботливых людей, что готовы помогать просто так, от чистого сердца, просто потому что могут это делать. А даже если бы и были, то точно далеко отсюда. В деревне, в глуши, наравне с природой, солнцем и землёй. Нет, это просто больная фантазия, утопия, чудо, которого никогда не могло бы быть. Но несмотря на всё это, я изо дня в день вспоминал те тёплые летние деньки, проведённые вместе со Славей там, в далёком пионерлагере Савёнок, что обосновался где-то на стыке времён и пространства. В иллюзиях и фантазиях. Да и сейчас, вспоминая, как я стремился тогда попасть обратно в свой мир, я осознаю, насколько же был глуп. Судьба даровала мне шанс провести целую неделю в сказочном лагере и встретить там свою любовь, а я всё просрал. Не понимал я тогда, какое чудо мне выпало. А с моего возвращения шли месяца. Долгие, мучительные месяцы самокопания и собственных терзаний. И держала меня на плаву лишь память о тех летних денечках. Когда руки совсем уже опускались, я вновь вспоминал о Славе, о том, как она ловко со всем справлялась, как не унывала, как смело бралась за каждое дело, которое ей поручали. Это очень воодушевляло. Но рано или поздно я наконец взял себя в руки. Вновь устроился на работу, в этот раз уже на постоянную. Восстановился в институте, начал учиться и подрабатывать после пар. Такая совсем непримечательная жизнь вновь вернулась в своё русло. Но для меня она казалась чем-то новым и необычным. Не совсем своим. Поначалу всё казалось совсем неподъёмным. После стольких-то лет беспробудного одинокого существования. Но мало-помалу я начал приспосабливаться к новому ритму жизни. Даже обзавёлся новыми друзьями и знакомыми. Компании которых нередко начал коротать свободное от работы и учёбы время. Вообще, жизнь довольно круто переменилась. Такое ощущение, что в меня просто её вдохнули. Наполнили лёгкие энтузиазмом и амбициями, ранее неведанными. Просто хотелось жить, чего-то добиваться, к чему-то стремиться и достигать новых высот. Я даже догадываюсь, что, а точнее, кто стал причиной для таких сильных изменений. Но вскоре и этот год начал подходить к концу. Экзамены были уже давно сданы. А на работе я получил отпуск. Так что, договорившись с друзьями, чтобы отметить Новый год вместе, я с нетерпением ждал последнего дня в этом месяце. Хоть и сам праздник для меня не был долгожданным, но я верил, что Новый год принесет в мою жизнь, помимо немалого количества трудностей и невзгод, радостных, маленьких и больших счастливых моментов, а может, даже подарит мне маленькое чудо. Не знаю, на что я надеялся, но в мыслях я всё мечтал встретиться с ней вновь. Встретиться со своим ангелом. Здесь, наяву. Может быть, даже без крылышек и нимба, зато вживую. Зато живую. Настоящую. Свою. И этот пиздюк встретят. Хоть кому-то везёт. И вот, наконец, календарь отсчитал 31 число. С самого утра я бегал по магазинам, ломал голову, чё подарить друзьям. И, провозившись так до самого обеда, всё же вернулся домой с огромной кипой всевозможных пестрящих яркими обёртками и лентами пакетов и сумок. Поудобнее всё это упаковав, и наскоро переодевшись, я тут же поспешил к другу на квартиру. В этом году решили отмечать у Андрея. Квартира просторная в новом доме. Заодно и решили справить столь долгожданное новоселье. Остальные тоже должны будут подойти ближе к вечеру. Итак, преодолев пол города с подарками в руках, я всё же добрался в назначенное место без особых происшествий. Андрей радушно встретил меня, и, сославшись на занятость, тут же вернулся на кухню, предложив мне отдохнуть в зале. Нихуя себе зал! Они с Аней Южа что-то готовили на новой просторной кухне. Ну, а я, поставив подарки под ёлку и немного побродив мимо книжной полки, в поисках мимолетного чтива на вечер уселся в удобное кресло с книгой в руках. Время шло. Страница за страницей оставались позади. Потихоньку подходили новые знакомые и друзья. Уздоровались. И тоже, найдя себе занятия, коротали время до празднования. Кто-то беззаботно болтал, кто-то, уткнувшись в телефон, усердно что-то печатал, некоторые, жаросевшись на диване, смотрели новогодние фильмы. Такая приятная дрожеская атмосфера, когда не знаешь каждого и каждый зна... Когда ты знаешь каждого, а каждый знает тебя. И нечего стесняться или бояться, что не поймут или не примут. Все же свои и все друг друга знают. И вот при всей этой приятной обстановке я ненадолго закемарил. Казалось, глаза прикрылись лишь на секунду, и я тут же провалился в сон. Мне снилось, что я вновь вернулся в Савенок. Был уже поздний вечер. Меня никто не встретил у ворот, но была некая уверенность, что меня уже ждут. Со стороны площади доносилась знакомая мелодия. Это был вечер танцев. В толпе мелькали знакомые лица, но я никак не мог вспомнить их имен. Я шел, шел сквозь них, шел вперед. И в самом центре стояла она. Причудливые, незамысловатые узорные, ее сарафанчики будто светился в свете луны. Вокруг танцевали пионеры. Никто абсолютно и не замечал меня. Сквозь толпу я шел прямо к ней. Ее ладонь тянулась ко мне. Казалось, осталось сделать еще пару шагов, и наши пальцы соприкоснутся друг друга. Семен, вставай! Вставай, Новый год проспишь же! Услышал я приглашенный баритон Андрея сквозь сон. Слегка потеряв глаза ото сна, я лениво ответил. Не боюсь, не просплю. Слушай, тут дело есть. Можешь по-быстрому в круглосуточный сбегать? Тут недалеко, а то у нас продуктов не хватает, а ты один здесь прохлаждаешься. Слегка стесняясь своей неожиданной просьбы, продолжил Андрей. Комната и вправду немного оживилась. Людей стало значительно больше. Но большинство было занято своими делами, и отвлекать их было неудобно. Вот, кажется, ребята из второго курса, знакомые, играют на приставке, болтают, веселятся. Чуть дальше у окна обосновались наши одногруппницы. Пьют, матерятся и болтают. Ну и чем незанимательная же компания? Один лишь я среди всего этого праздника выглядел каким-то потерянным. Да не вопрос, дружище. Главное, скажи, где и что покупать. А я мигом. Не хотя ответил я. И уже через минут 15, пока мне еще Андрей объяснял, где находится сам магазин, я уже выходил за порог подъезда. Тут же в лицо ударила приятная морозная свежесть, в миг стирая из мыслей последние остатки недавнего сна. Сполна наполнив с легким и свежим воздухом, я отправился по направлению, как мне показалось, супермаркета. Улицы города так и пестрили всевозможными новогодними украшениями. Облетевшие осенью деревья были украшены разноцветными гирляндами, витрины магазинов, буквально ломились от миллиона новогодних акций и предложений. А люди, нередко встречающиеся на моем пути, казалось, были поистине погружены в новогоднюю суету. От всего этого тут же стало немного приятнее на сердце. А я ведь еще с детства любил Новый год, именно из-за того, что это время поистине особенное. Время, когда люди становятся чуточку добрее, чаще улыбаются и наслаждаются праздником. Это то самое волшебное время, когда исполняются мечты, когда хочется верить в чудеса, когда все, даже в воздух вокруг, наполнено особенной праздничной атмосферой. Бесконечные вереницы снежинок, что кружатся в воздухе в своем собственном ритме вальса. Волшебное время. Я бы назвал этот Новый год особенным и даже лучшим, если бы не одно «но». Даже несмотря на то, что я отмечаю этот прекрасный праздник в кругу друзей, в глубине души, мне все равно было очень одиноко. Одиноко без одного единственного родного человека. Той хрупкой, но в то же время невероятно сильной пионерке, что навсегда завладело моим сердцем, и теперь оно принадлежит только ей. Весь год я никак не мог перестать о ней думать. Ее светлый образ провел меня сквозь этот нелегкий период жизни. Порой оказалось, что частица нежности ее поселилась в моей душе, и незримо поддерживает меня в самые трудные моменты жизни. Когда было очень грустно, что-то внутри тихо шептало. «Не грусти, все наладится». И я не грустил. И теперь, когда я уже почти полностью смирился с тем, что навсегда потерял этого прекрасного ангела из своей жизни, мне лишь остается поблагодарить ее за все то, что случилось со мной в этом году. «Я невероятно рад, что повстречал ее. Она изменила мою жизнь. Она изменила меня». Витая где-то глубоко в собственных мыслях, я и не заметил, как добрался до заветного супермаркета. Раздвижные двери радушно распахнулись, впуская меня внутрь помещения. И попутно захватив небольшую корзинку, я тут же отправился собирать в нее нужные предметы. Продукты. Не прошло и пяти минут, как я с полной корзиной товаров уже спешил на кассу. Нужно было успеть это все донести до нового года. У единственной кассы уже толпилась небольшая очередь из пары забредших доходяк, таких же, как я, спешащих закупиться необходимым в последний момент. Немного помявшись в очереди, я наконец разложил продукты на ленту и впервые взглянул на кассира, который в это время еще обслуживал предыдущего покупателя. Молодая, довольно миленькая девушка, примерно моего возраста, с наиприятнейшим голосом, которым я почувствовал что-то знакомое. Прекрасные голубые глаза, словно два озера, налитые кристально-голубой водой. И длинные, светлые волосы, аккуратно сплетенные в две длиннющие, словно охапки свежескошенного сена, прекрасные косички. Стопа! Девушка начала неспешно пробивать мои продукты, а я стоял в полном ступоре и не мог сказать и слова. Передо мной, передо мной за кассой сидела вылитая Славя, та самая пионерка из сказочного лагеря. Это все, что была во сне, только немного повзрослевшая. Но это точно была она. Тот же нежный взгляд, так легкий мелодичный голосок и две хорошо узнаваемые косички. Но этого же просто не может быть. Я все еще сплю или уже начал сходить с ума? Наличными наличными или картой оплачивать будете? Легко улыбнувшись, спросила девушка за кассой. Ответить я ничего уже и не мог. Находясь в ступоре, я смотрел на чудо, что воплотилось в реальность. Мужчина, вы во мне так дырку взглядом прожжете? Звонко усмехнувшись, воскликнула незнакомка. Позади меня уже начали ворчать недовольные покупатели, что ожидали своей очереди. Девушка за кассой, все так же глядя на меня, нервно прикусила губу. А я наконец пришел в себя. Надо было что-то ответить и быстро. На... на... наличными. Невнятно ответил я и спешно потянулся за кошельком. Достав оттуда купюру, я протянул ее девушке. И та, легонько взяв ее, своими тонкими пальчиками словно засунула... ловко засунула в кассу и, собрав сдачу, протянула ее мне. Приходите еще, дружелюбно сказала она, когда я принял из ее рук сдачу. Не помню, как вышел из магазина и остановился только у самого входа. Мысли, как будто зажили отдельное тело, а тело тем временем машинально совершила какие-то действия. Нет, это реально славя. Если глаза мне врут, то это она, но не могут же люди быть настолько похожими. Ну и что мне теперь делать? Судя по всему, она меня не помнит, да и может вообще помнить, что мне нужно делать. Или не нужно пойти сейчас туда обратно к кассе и рассказать ей все. А если это просто совпадение? Нет, бред какой-то, она меня так сразу пошлет куда подальше. Еще, наверное, с полчаса я мялся ухода в магазин в смятении и разумиях, что делать дальше. И вот я наконец решился вернуться обратно и попытаться хоть как-то познакомиться и узнать эту девушку. В надежде, что это именно Славя, а не просто похожий на нее как две капли воды человек. Но на входе я тут же с кем-то столкнулся. Чувства и эмоции просто захлестывали и я несся сломя голову даже несмотря кто идет навстречу. Не успев даже опомниться я обернулся чтобы извиниться и вновь лишь удивленно открыл рот не произнося ни слова. Это была она. Девушка с кассы только теперь вместо формы на ней красовалось миленькое светло-голубое пальто с ярким белым шарфиком у шеи. А тут шарфика нет. Она тоже обернулась и мы встретились взглядами. Казалось, что это мимолетное мгновение тянулось целую вечность. Я тонул в ее взгляде. тонул как и тогда, когда впервые встретил ее у ворот лагеря. И тогда на танцах. Нет, это не может быть просто совпадением. Чувства не могут меня обманывать. Передо мной моя славя, любимая столь далекая, еще недавно и настолько близкая сейчас мечта. Придя в себя, я тут же извинился. Извини, я тебя не сшиб. Взволнованно спросил я. Ой, нет, нет, да, я сама виновата. Бегу несмотря куда, ответила девушка, поправляя пальто. А вы чего, обратно забыли что-то? Недоуменно спросила она. Тебя забыл. Да нет, я, собственно, к тебе спешал. Набравшись уверенности, ответил я. Ко мне? Зачем? Удивленно уставилась на меня незнакомка. Хотел спросить, можно ли тебя проводить до дома? Пояснил я. Ой, да незачем было так волноваться, я тут недалеко живу. Кокетливо улыбнувшись, ответила она. Но все же, время нынче позднее, да и пьяных сейчас хватает на улицах, а они, глядишь, какими буйными бывают. серьезно серьезно сказал я и девушка звонко рассмеялась, видимо, расценив мое предложение как шутку. Да, если честно, я и сам не поверил бы в свою липовую отмазку. Но попробовать стоило. Я не могу ее сейчас вот так просто упустить. Ах, ну если так, то проводите, конечно. чупорно ответила она, но не удержалась и хихикнула. И, развернувшись, неспешно последовала к тротуару. А я поспешил за ней, прихватив пакет с продуктами. На улице за все это время, что я пробыл в магазине, пробыл, уже начал медленно порошить снег, засыпая землю крупными хлопьями. Настоящий зимний снегопад, который обычно любят описывать в новогодних историях или на больших снежных холстах рисовать художники. Можно спросить? Невзначай поинтересовался я. Спрашивай. Тут же ни секунды не раздумывая ответила незнакомка. Можно узнать твое имя? Наконец спросил я. Полное имя Славяна, но друзья зовут меня Славей и ты можешь звать. Мело улыбнувшись ответила она, не сбавляя шага. И тут все оставшиеся сомнения насчет того, что я встретил все-таки ту самую девушку, что так давно потерял, отпали вмиг. Это красивое и редкое имя, отметил я. А как же зовут моего храброго рыцаря? Звонку усмехнувшись поинтересовалась Славя. Семен ответил я. Знаешь, Славь, мне почему-то кажется, что мы с тобой уже где-то виделись. Неоднозначно сказал я. Возможно. Я тоже припоминаю, только вот все вспомнить не могу. Где? Неопределенно ответила она. А ты никогда в пионер лагерях не бывала случайно? Продолжил я, допытывая допытываться. Славя вновь издала звонки с мешок и он так приятно пришелся мне на сердце. Как же я давно его в последний раз слышал и как скучал. Когда я родилась их уже не существовало. Весело ответила Славя. А ведь если бы не пионер лагерь, мы может сейчас бы и не разговаривали. Тихо произнес я, желая оставить это в мыслях. Почему же? Поинтересовалась она. Просто ты похожа на пионерку. ответил я первое, что пришло в голову. Да сдались вам эти пионеры? Весело, но не понимающий воскликнула Славя. Действительно, что уж, все это было уже давно, в прошлом. А сейчас, сейчас нужно жить настоящим. Целеустремленно воскликнул я. Верно. Тихо ответила мне Славя и пройдя еще пару метров, вдруг остановилась. Она на секунду подняла взгляд к звездам, повернулась ко мне и мы вновь встретились взглядами. Знаешь, а мне почему-то кажется, что в новом году все будет лучше, чем в предыдущем. Воскликнула она, не отводя взгляда. Уверен, так тому и быть. Ответил я, вглядываясь в такой родной взгляд. Че-то творче на Семена не похоже. Еще каких-то пару мгновений мы молча смотрели друг другу в глаза. Небо над нами окрасилось миллионом разноцветных вспышек. Стало настолько светло, что оказалось сейчас совсем не ночь, а день или поздний вечер. откуда-то издалека послышались веселые поздравления с Новым Годом, задорный детский смех и звон бокалов. И почему-то глядя в эти ангельские голубые глаза, мне хотелось верить, что следующий год будет точно лучше. Лучше, ведь мое желание все-таки исполнилось. Значит, чудеса существуют, главное в них верить, и они обязательно исполнятся. С Новым Годом! Что ж, на этом у нас заканчивается рут слави и впереди у нас еще четыре рута. Так что особо сильно не будем задерживаться и завтра уже продолжим. Кем мы продолжим узнаем уже завтра, я еще не придумал. Что ж, а на этом на сегодня все, всем спасибо за просмотр и всем пока!